камера видеонаблюдения с алиэкспресс магазин анпи вис качественные товары на магазине по видеонаблюдению камеры комплекты видеонаблюдения все качественная классная показывал я вам видео и по видеорегистратору много чего хиквижин аналога то есть хиквижин но просто без брендовой наклейки соответственно дешевле заходите на магазин и сразу смотрите цену актуальную этой камеры там сейчас как раз акция и за хорошую стоимость можешь ее забрать 4 мегапикселя 36 миллиметра и и объектив и и модель прописана ip-адрес по умолчанию dhcp то есть подключил камеру и роутер и автоматически присвоит ip-адрес a prime серии эта камера на 2 в 1 сразу достаем потом разберемся с макулатурой качественная упаковка мощная коробка много таких камер есть и на других магазинах но видео обзор делаем сам пивиза крепление для установки дюбели качественные и шестигранник для регулировки кронштейна кронштейн в камере да и сам корпус в камере просто радует своей конструкции и используемыми материалами посмотрите какой кронштейн металл все металл алюминиевый сплав также как так есть сюда уплотнительная такое подушка на скотче муфта на rj-45 длинная такая необычная идет проходная понятно уже анпи виз два объектива то есть по сути это панорамная камера 180 градусов угол ее захвата и есть возможность просмотр просто панорамной картинки одной широкой или же посмотрим дальше по одной камере мне кажется тоже можно будет просматривать и к светодиоды и белого свечения светодиоды также есть заявлено объективы по 36 миллиметра посмотрим дальше на рыбий глаз и на все это дело вай фая нету в этой камере это чисто камера по я айпи по я или же 12 вольт можно подключать ее или же попой а 48 вольт по одному кабелю к твоему видеорегистратору этот за разъем глушится 12 вольтового питания или же 12 вольтовым блоком питания в комплекте блоков нету это мои вам показываю одиночный блок для подключения по и камер 48 вольт 0 5 ампера потянет эту камеру или же 12 вольтовый блок стандартный для подключения по 12 вольтам накладочка такая снимается фильтр этот и смотрите что под ним еще обнаружил вот такой вот светодиод под линзой посмотрим скорее всего инфракрасный светодиод здесь также фотоэлемент переводящий камеры в день-ночь и микрофон встроенный ну и разбираешь камеру откручиваешь 4 винта изымается здесь вот видно прокладка все качественно сделано по идее это мощный под одной линзой инфракрасный светодиод не знаю как он будет работать он просто прикрытой вот если даже не снял эту не снял эту накладку то наверное и не и не знал бы что он там есть также откручиваем 4 винта и видим что решетка под динамик микрофон встроенный есть динамик встроенный уже есть получается как обычно винты убегают нет здесь фиксирование поэтому когда будешь на высоте если вдруг менять карту памяти то будь осторожен потому что это все будет разбегаться на шнурке на кабеле динамик также аккуратно здесь все качественно залито прокладка силиконовая идет по периметру крышка герметично закрывается и слот для карты памяти кнопка сброса к заводским установкам есть модули видим все по модуль на собрано на стоечках пакетик силикогелем лежит уложены аккуратно карты памяти до 128 или до 256 кажется вот эти вот камеры поддерживают на 64 поставил какой плюс еще этой камеры что эта камера с при с хорошим приложением для отслеживания на смартфоне то есть ее подключил и она может работать как одиночное устройство потому что у нее есть хранилище есть куда хранить карта памяти есть облака или же напрямую к видеорегистратору и там уже видеорегистратор хранит ее или же не напрямую а в домашней сети к видеорегистратору то есть айпи камера вариантов подключения очень много даже на компьютер можешь выводить в программу lms на компьютере клиенты удаленно запись тоже будет храниться инструкция идет из понятного английский и очень все понятно вплоть до монтажа муфты на rj45 как найти камеру и ее пароль пароль 123456 веб-интерфейс как зайти в браузере также программа lms видеолинк также qr-коды для скачки приложения и установка все здесь есть но в общем то ничего сложного установить сможет любой шаблон для разметки крепления наклейка что ведется видеонаблюдение предупредительное как собирать муфту наверное заостряют внимание потому что я тоже заострял внимание люди неправильно устанавливают прокладочку колечко это в основном и выставят сюда я здесь не уплотняется ее место именно вот здесь это при монтаже муфты на вот этот вот разъем показывал я вам видео кому нужно видео пишите не стесняйтесь в комментариях я даю вам ссылки дай ссылку на то видео я тебе дам ну и рекламный буклетик от анпивис также покажу вам с контактами в случае чего нужно где-то их найти они будут вам отвечать папа я подключу камеру то сразу тут на столе подключим потом просто вынесу ее на улицу также папа я подключу то есть вопросов вообще нету просто в приложении добавим ее папа я раз кабель который будет идти до 100 метров а может и больше в зависел зависит от блока питания от коммутатора который будет питать вашу камеру от качества кабеля подключаю камеру и кабель от роутера подключаю в разъем lan блока питания одиночный для одной камеры подключаю в розетку его сейчас посмотрим как активация будет происходить что будет мигать что может говорить какая-то музыка может быть блок питания работает щелкой двойка фильтра день-ночь механические шторки наверное и все приложение видеолинк сразу скачал ты прошел уже регистрацию на нем дал свою почту пришел тебе код видеолинк кого светит 2 камера загружается тестовый режим два белых засветили открываю приложение список устройств и жму плюс камера уже подключена пришло ко мне приложение от моего домашнего роутера то одно с еще одно устройство добавлено поиск ближайших устройств bluetooth в этом приложении возможно добавлять камеры по bluetooth но это те которые с поддержкой добавления по bluetooth в этой не знаю наверное нет варианта но ищет долго не находит поэтому просто проводное подключение у нас проводное подключение нам в общем-то и незачем никакой bluetooth проводное раз подключите устройство питанию подайте подключите устройство телефон к одной сети имеется ввиду к тому роутеру которому и подключил камеру по кабелю выберите способ добавления поиск или же по qr-коду на наклейке у нас нету возможности поиск в локальной сети устройства по идее приложения сейчас должно найти камеру все просто в этот раз не получилось но ничего разобраться не тяжело и находилась камера в поиске зашел на веб-интерфейс перед этим узнав ее внутренний адрес вверху три полосочки инструменты устройство в локальной сети захожу на камеру 1 2 3 4 5 6 пароль стандартной в онлайне появляется она захожу на камеру даже не надо заходить настройки у вас вверху вместо имени ими имя камеры прописан внутренний обе адрес ввел его в поисковую строку браузера и зашел на камеру админ 1 2 3 4 5 6 с левой стороны английский поменяешь на русский и здесь полные настройки по камере конфигурацию жмешь жмешь сеть и жмешь пи тупи пи тупи и галочку поставишь там тебе сразу напишется что сохраните через пять минут через пять минут появится даже меньше там мин минуты не прошло появился qr-код со а иди номером камеры добавить новое устройство проводное подключение моментально появляется камера имя ее прописываешь следующий шаг свое можешь прописать или из готовых успех привязки появилась камера в онлайне подключена по кабелю облака сразу заходишь ознакомливаешься и получаем картинку с камеры камера на улице удаленный вход теперь можешь делать видели вы перед этим я вам показал что можно в домашней сети заходить на камеру ну в одной сети с роутером склеенная картинка на приложении практически незаметно что две камеры в одной и есть переход автомобиль проехал практически незаметно но когда пи тупи включил это именно функция доступа на камеру извне ты можешь ее выключить для безопасности но вдруг у тебя в домашней сети просто камера работает с видеорегистратором и ты на заходишь на камеру через видеорегистратор то пи тупи на камеру выключая что есть такая себе безопасность от внешнего проникновения или же можешь включить и вот ты будешь на нее заходить удаленно переключив интернет на мобильный из любой точки мира приложение для и поворотных камер здесь есть раз различные камеры к этому приложению и приложение очень классная многофункциональная дальнобойные есть камеры зуме зумом с хорошим с оптическим это вот камера широкоугольная так какие режимы просмотра наверное больше всего интересно вот так и со звуком также звук есть звук улицы обычный звук улицы картинка 4 мегапиксельная именно вот это вот вариант что мы здесь можем сделать взять увеличить протянуть четкости особой нету но это вот такое цифровое приближение и общий план панорамная камера тупо я ее поставил прямо без всяких регулировок по высоте только ее отрегулировал и она захватывает 180 она перед моим домом у меня практически получается двое въездных ворот вот здесь она захватывает трое еще и соседские ворота то есть ты ее тупо поставил прямо посредине своего участка и она захватывает очень большой угол для этого раз какая-то разделение да можно по одной камере просматривать вот как я вам говорил одна камера но со звуком также я звук выключил просто разделение и все или так или так просмотром но я так понимаю да разделите кран какой то есть понятно то так можно сделать вот так можно сделать из панорамной у нас получилось 2 в 1 картинка вот так вот можно сделать но что-то она в этом режиме переключаться начинает перезагружаться что-то что-то ей видать не нравится ну есть такая возможность я так понял так можешь еще просматривать видеорегистратор xml и другого производителя и камера с ним полностью совместима кстати нашел он ее в домашней сети без проблем и под названием хик vision смотрите по определению человека работает на большом расстоянии и также включается запись мотоциклист проехал определила определяет женщину на большом расстоянии для панорамной камеры это суперовой смотрите они где смотрим где где склейка где склейка а склейки я не замечаю вот уже на второй камере она идет ну склейки я не заметил это просто супер нельзя сказать что четкость на высоком уровне но это панорамная камера это специфическая камера смотрите работает выделяет людей просто на огромном расстоянии при этом чувствительность неполная еще можно добавлять в настройках вот так вот в первичном потоке на видеорегистраторе на весь экран работает ну я скажу что это даже очень таки неплохо по людям работает по автомобилям не работает но там убрать людей я так понимаю будет по всем движениям и также включается запись по людям на видеорегистраторе считай другого производителя ты можешь ее смело использовать сексе маевским видеорегистратором в паре работает она сейчас и пишет на свою карту памяти все плюс дублируется запись на видеорегистратор xmi на хиквижин видеорегистратор сто процентов будет работать до хуа я думаю тоже совместимость также будет и по людям там далеко конечно нету чувствую определение ну то сильно далеко уже а вот так вот ну просто суперова камера реально заменяет две камеры и отличная совместимость с видеорегистраторами еще один вариант просмотра заметил смотрите вот так вот на видеорегистраторе первичном потоке если я возьму зумирую что-нибудь цифрой вот так вот и потом два раза кликаю картинка остается вот такой вот большой то есть широкой уже в другом формате показывает в нормальном не полосочкой а именно вот так веб-интерфейс на компьютере также все понятно все суперова заходишь события заходишь аналитика и тут по аналитике видно что камера это работает чисто по человеку галочки другие не активны на другие камеры возможно все активировать но все зависит от камеры также картинку область можешь настраивать при этом что писать также можешь настраивать устройство записи какой поток писать в каком качестве в каком формате аудио писать или нет снимки по расписанию если нужно ставишь то есть настроек здесь очень много камера ну как профессиональный вариант по детекции движения также детекция движения если по людям там не нужно аналитика выключая что тут по всем моментам также можешь включать архив система информация по камере ее айди и все эти моменты также по сети все все настройки по из по видео также по разрешению по первому поток первичному вторичному потоку по аудио думал уже все но нифига конфигурация видео настройки камера видео там где разрешение конфигурация бинокулярного сшивания стоит сшить и исправить переключаем например режим левой линзы сохраняем была картинка такая широкая с двух камер с двух объективов происходит перезагрузочка и картинка превращается в такую теперь просто она открывается как обычная камера не в полоске а вот так это левая просто камера задействована в нашем видеонаблюдении то есть в этой камере ты можешь тупо переключать режимы просмотра правильный режим объектива сшивание не исправлена режим двойного потока правильный режим имелось в виду правая камера сейчас чисто задействована правая камера по человеку также все она будет работать ночные режимы все настройки ты которые задашь только вот правая камера далее режим сшивание неисправлена сохраняю вот такой вот режим просмотра две камеры и я теперь понял на приложением почему камера перезагружается в тот момент мы переключаем именно значок правые под камерой самый нижний это переключение именно этих режимов на приложении это также можно делать но там без названия не идут кликаешь просто по очереди они переключаются надо подождать камера какое-то время там несколько секунд перезагружается ну и также ты основной просмотр также он будет таким и на приложении и на компьютере на веб-интерфейсе режим двойного потока последний не знаю что имеется ввиду на видеорегистраторе в первичном потоке на весь экран большая левая камера открывается во вторичном потоке ничего не открывается нет совместимости на компьютере вот так тоже левая камера напишите в комментариях пришла мысль что режим двойного потока это две камеры разделяются на полностью отдельные камеры у второй камеры в моем случае у правой будет свой ip адрес скорее всего ее можно будет добавлять на видеорегистратор как отдельную камеру настройки и по настройкам давайте сразу аудио видео переворот экрана понятно захват видео видеть лица ночью посмотрим что это кодировать и здесь какой плюс что может и зайти из приложения ну на этой камере нет возможности сменить разрешение но можно посмотреть разрешение и тип кодировки форматы сжатия три форматная есть старый формат и 265 и кстати по поддержке вот приглашает приходит письма до сих пор написал я в поддержку есть тех поддержка анпивис на почту моментально ответили несмотря на то что у них сейчас ночь в китае ответили и помогли мне то есть но направили меня просто я вспомнил что и пи тупи в этих камерах может включаться может выключаться обратился я к ним чтобы они удалили камеру я подумал что она у них привязана на приложении бывает такое что вот я сейчас ее в свой аккаунт добавил тебе ее отдаю не удалил из своего аккаунта и ты ее не сможешь привязать но вот такая безопасность я должен удалить и потом ты только привяжешь или поделиться с тобой вот написал они мне пишут типа пи тупи и там это скиньте qr-код айди камеры мы зайдем посмотрим я вспомнил что надо зайти посмотреть включен он или нет и он оказался вы выключен дополнительный поток я к тому что можешь обращаться на поддержку реально ну даже ночью ответили помогли быстро второй поток и первый первичный поток и количество кадров 20 при 4 мегапикселях формат жатия 265 20 кадров в секунду настройки звука громкость микрофона чувствительность громкость динамика усилителя кусе отключения применить будешь пробовать не знаю что это ну в общем то все понятно заголовок прописать можно что-то камера отметка на картинке настройки оповещения автоматически режим управления свеча освещением три ночных режима и также можно регулировать даже яркость свечения что ты поставишь тревога интересно тоже установить чувствительность по периоду настройка зоны по зоне можешь ставить где срабатывать где не срабатывать человеческий кадр выделять человека нарисовать границу зоны обнаружения если нужно и жмешь применить если что-то изменял тревожное нажатие когда ночной режим там пользовательская поставить я так понимаю тревога по периоду по расписанию но есть камеры у них с мигалкой возможно меню просто для всех голос будильника ты можешь по тревоге из динамика будет твоей фразой говорить можешь или и выбрать из готовых или же записать не забываешь применять если что-то менял управление картами карта памяти также все здесь классно показано и выставить запись именно на карту памяти вот здесь по умолчанию стоит записывать весь день имеется ввиду постоянку я поставил записывать только экран тревоги по тревоге по тревожным моментам из длительность записи также по времени можешь поставить ролик какой по тревоге писать давайте может 40 минут по 40 секунд поставлю там по умолчанию минуту ставят на про время синхронизации синхронизировать часовой пояс и дату сброс заводских нас заводским настройкам перезагрузить устройство и конфигурация сети очень порадовала камера именно та камера которая полезна будет кому нужен нужен широкий угол вот порадовала что можно разделять камеру на две картинки хочешь одну камеру используешь хочешь другую хочешь склейки и там я уверен что еще много настроек как с которыми я не успел разобраться дневная картинка очень таки хорошее определение людей на большом расстоянии то понравилось что нет искажений в этой камере как обычно у панорамных там рыбий глаз где-то сну именно искусственно сделано так что камера расширена картинка растянута здесь очень таки классно два объектива по 36 миллиметра но вот такая склейка сделано что камера работает в панорамном режиме ночная картинка смотрите сейчас в цветном режиме сработала по человеку активировалась в цветной режим поставил я умный режим и включила белые светодиоды которые очень яркие вообще смотрите дневная то есть ночная картинка в цвете плюс ее два инфракрасного белых светодиода под линзами но они очень таки хорошо справляются черно-белая картинка также вот классная посредине там под линзой идет инфракрасный светодиод который помогает ночной картинке то есть в эту сторону светит один в эту сторону светит также один и посредине еще светит один то есть нету здесь темной мертвой зоны уличного освещения никакого нету сейчас здесь полная темнота отличная широкая картинка просто все светится в приложении все также это все также работает через приложение может засветлить если надо но вполне таки отлично также работает через веб-интерфейс можешь входить в настройки на трех ночных режимов тут также можно это сделать в разделе аудио видео настройки освещения здесь можно чувствительность по переключению ставить раньше или позже переходить ей в ночной режим как делать это автоматически по времени вручную и еще как-то режим заполняющего цвета света в каком режиме стоит час в умном можно в инфракрасном поставить или в белом постоянно и плюс ты можешь еще и регулировать свечение тех светодиодов которые задействованы давайте посмотрим да притухли на 42 процента и все адекватно можно их выключить вообще по идее но тут все делается через применить вот вот так вот оттуда камера еще одна установлена также она светит и газ светодиодами и видно что эта камера также пользуется ее подсветкой в цветном режиме например режим белого света поставил применить это все также мы можем регулировать свечение уже белых светодиодов через применить вот притухает или же выключить и оставить в цвете и можно посмотреть насколько святость чувствительная матрица установлена картинка сыпется да но все равно картинка остается на хорошем уровне для такой камеры с приложения практически не видно шумов но картинка также неплохая это в топ в темно в полной темноте ты еще можешь какие-то силуэты здесь разобрать ну и заходишь все это можно также делать из компьютера удаленно из любой точки мира по движению будет идти человек камера перейдет цвет включит белые светодиоды ну и заодно и подсвечивает здесь если кто-то пришел под калитку вариант очень классно и вот раздумываю поставить ее себе чуть-чуть развернуть туда ну то есть именно те мертвые зоны она у меня перекроет те которые я хотел со временем перекрыть но если тебе нужна такая камера вот пока я не подумал об этом то могу тебе ее продать по цене алиэкспресс но себе уже закажу или же этот вариант такой же или может какой-то еще другой будет поэтому в telegram заходи там вся информация и с тобой свяжусь в личку подписывайтесь на канал жмите на колокольчик впереди еще много интересных товаров для обзоров ну и видео соответственно